Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! С вами Евгений Гринис. Мы начинаем это занятие по шахматной тактике, где мы будем рассматривать тактические позиции. И я вместе с вами буду думать, как решить эти позиции. Во время занятий вы можете останавливать видео и сами принимать решение, а потом можете пустить видео снова. И я попробую вам рассказать, как я буду искать решение позиции. Начнём с первой позиции неизвестных шахматистов, тем не менее интересная. Значит, белый ферзь нацелен на поле f7, поддерживаемый конём. Это поле защищено конём f6. Значит, коня f6 мы могли бы побить слоном b2, если бы нам не мешал собственный конь. Мы могли бы его убить, и тогда ферзь бы поставил мат. Значит, наша задача подумать, нельзя ли здесь так убрать своего коня с каким-то темпом, чтобы потом побить коня чёрных. И мы находим этот ход. Это конь c3 на d5 идёт с нападением на ферзя. Чёрные должны побить этого коня, потому что если ферзь отойдёт, мы бьём конём на f6 шаг, шаг и ставим мат ферзём на h7. Причём конём бить нельзя. Опять же, сразу мат на h7. Значит, единственный ход практически это ed. И после этого мы проводим свою идею. У нас слон освободился, слон бьёт f6, нападает на ферзя. Если ферзь бьёт f6, то ферзь h7 мат. Мы проверяем решение. Посмотрим. Конь d5, ed было сыграно, и слон бьёт f6. После чего чёрные сдались. Вторая позиция из партии лотти лотти против лотти 1987 год. Сыграно в Риме. Значит, здесь ход чёрных. Но у белых сильная угроза. Если бы был ход белых, они бы дали шаг ферзём на h6, король должен выйти на f6, иначе после короля g8 мат. После короля f6 ладья даёт шаг, с f1, король идёт, скажем, на e5, и ферзь h5, шаг, и после короля d4 ферзь бьёт на a5. Лишний ферзь. Заводил. Ну, выигранная позиция, так как король в центре. Значит, чёрным надо предотвратить, каким-то образом, этот шаг на h6. И, кроме того, значит, обращаем внимание, что у белых слабая, довольно первая горизонталь, защищена только ладьёй. И появляется тут идея пойти ладья c3 на h3. При этом, значит, мы отдаём своего ферзя. Но мы одновременно не даём дать шаг на h6. Если ферзь бьёт на a5, то ладья бьёт на h1, шаг, и последующий мат. После единственного хода ферзь e1, ладья бьёт e1, мат. Если после ладья h3 белые бьют нашу ладью, то мы просто забираем ферзя на d2 и выигрываем партию. Если, например, после ладья h3 ход ферзь g2, защищая ладью на h1, то мы просто берём ладью, ферзь берёт, и мы ходим ладья h8, нападаем на ферзя, и у нас лишняя ладья. Мата нет, и всё в порядке у чёрных. Проверим наше решение. Ладья h3, и белые сразу сдались. Следующая позиция из партии Аарон Глигорьевич 1962 года. Сыграна в Гастингсе. Глигорьевич чёрными. У чёрных лишняя пешка на h7. Но позиция выглядит довольно острой, так как у белых тут атакуют. Значит, если ферзь идёт, то у белых какие-то шансы появляются. Значит, у нас тут есть такой ход. Ладья h4. Мы не уходим ферзём, а вместо этого нападаем на ферзя белых. Если белые берут нашего ферзя, мы за это берём их ферзя на h1 с шахом, и после слона d1 мы просто заберём эту ладью. У нас лишняя ладья, и мы выигрываем. Значит, что ещё на ладья h4? Если ферзь бьёт h4, то мы берём ладью на g1, ферзём, шах, и после слона d1 ферзь бьёт слона мат. У короля нет выхода. Значит, что ещё на ладья h4? Белые могут пойти как-то... Им надо защищать ладью, и в то же время уйти из-под удара. Но ферзь g2 тоже не спасает. Мы берём на g2, ладья бьёт g2, ладья h1, шах, и на слон d1, ладья бьёт d1, и у нас лишний слон остаётся. Посмотрим решение этой позиции. После ладья h4 белые сразу сдались. Четвёртая партия. Алехин, Рикондо, 1945 год, Сантандер. Значит, здесь сильная связка. Слон связывает коня и ферзя. Конь не может уйти. У нас у Алехина, точнее, нависший конь на f5, и надо его как-то использовать. Напрашивается здесь ход конь h6, шах. Хотим отвлечь пешку от защиты коня f6. Значит, если король h8, то конь бьёт f7, шах, вилка, забираем ферзя. Вообще безнадёжно. Значит, конь h6, единственный практически ход. g, аж, слон бьёт f6. Нападаем на ферзя. И на отход ферзя куда-то мы даём шах на g3 ферзём, так как здесь открыта линия. И после слон g7 вообще мат. Ферзь бьёт g7. Ещё раз. Конь h6, шах, gh, слон бьёт f6. У чёрных есть единственный ход ещё слон e7. Чтобы на ферзи 3 шах ещё был отход королём на f8. Но у нас есть ход ферзи 7 мат, так как у короля нет больше ходов. Здесь ладья, и здесь слон стоит, не даёт ему. Посмотрим, как играл Алёхин. Конь h6, шах, gh, слон бьёт f6, и в этой позиции уже чёрные сдались. И последняя на сегодня партия Азма-Парашвили. Широв сыграна в 1990 году во Львове. Мы играем со стороны чёрных за Широва. Значит, мы видим связку слона f1. Видим сильную пешку, но она держится ладьёй и ферзём. То есть, у Широва была уже проходная пешка. И как отвлечь нам ферзя, например, от защиты слона f1? Напрашивается ход такой сильной ладья, бьёт c6, и ферзём бить нельзя. Мы сразу дадим мат ферзи f1. Но есть возможность пойти bc. Взять bc, но тогда вскрылась линия b. Для чего мы отдали здесь качество? Вскрылась линия b. Мы играем ладья b1. И подключаем ладью. И больше нет. Значит, слон защищён ферзём, а атакован нашим слоном, ферзём и ладьёй. Ну, например, ладья бьёт c2, ферзь бьёт f1 шах, ферзь бьёт f1, и ладья бьёт f1 мат под защитой слона. Вот. На этом мы заканчиваем наше занятие. Посетите мой сайт www.greenis.de, где вы найдёте страницу под названием 3526 комбинаций, из которых мы сейчас смотрели первые 5, а здесь на самом деле 3526. И можно выбрать любую комбинацию, и потом посмотреть. Есть возможность посмотреть решение, если вы сами не найдёте его. Вот. И поэтому на этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...